ты куда пропал все хорошо я на связи вот это просто у нас начало что в том подкасте было какой-то такой тупняк знаешь я что-то говорит это ты молчишь а потом начинаешь тоже говорить мне просто нужно совсем чуть-чуть настроиться потому что я сейчас до этого был занят отвешиванием продукции в смысле замешивал себе замеса замешивал замеса но у меня короче есть разные как-то называть плавительные кастрюли лишь но это не кастрюли это специальные нагреватели короче специальной емкости с нагревом вот в которых я очки да 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 они электрические они с нагревом с краником совсем я в них делаю у меня их несколько штук два три четыре штуки для маленького 7 по 7 литров и одна большая на 40 литров и получается что я все масляные части я замешиваю основы все замешиваю сразу в ней а потом уже например водную часть я дополнительно там нагреваю до нужной температуры туда вливаю прям там смешиваю и оттуда уже фасовку делаю и чтобы облегчить себе жизни я планирую себе работу и я понимаю что например вот у меня закончилась или заканчивается такая-то позиция и я себе сразу заготовку делаю основу вот а потом прихожу на работу например то если сделал заготовку по четырем позициям мы с тобой сейчас договорим я одну сделаю а остальные позиции мне останутся на ближайшие дни я приду просто включу на нужду мне температуру она прогреется расплавится и я потом уже отдельно до мешаю либо воду либо там аромат либо что все что мне нужно вот и я специально так вот по ходу развития подокуплял себе таких вот чанов и у меня их уже вот прям есть деление что вот этот чан отвечает только за эту продукцию то есть я их все равно чищу но в любом случае он уже пропах этой продукции все равно душка остается на стенках ну как-то она все равно знаешь цепляется запах за даже за металл вот я поэтому поэтому вот так она выглядит и вот я с чайниками так каждый чайник под свой чай но видишь вот в этом есть ну и в этом есть логика очень простая правильно это уже не заморачиваешься ты знаешь что за что отвечает туда и замешиваешь друзья если вы услышали про варку запахи бальзамы масла чай то вы слушаете бородатый подкаст 3 часть всем привет с вами любомир борода и с вами его вам вовом менли это харьков и николаев у нас сегодня вступление вот пободрее но кому как видишь когда мы пишем это все дело с утра то бодрый я ты еще спишь а когда мы пишем вечером то бодрый ты а я не совсем понятно какой учитывая какой у меня сегодня был день ну получается нам нужно найти компропис компромисс и записываться либо в обеде либо в обед в обед все будут отвлекать но тут невозможно найти какое-то такое время чтобы вообще не вот мне сейчас так нормально единство что хотел это делать в офисе но вот по состоянию моему моего сегодняшнего здоровья лучше делать это на кухне блин вот как будто сейчас все стали болеть не знаем почему то причем не обязательно к видам просто вот я с кем не общаюсь там мой читай приболевший ой чё-то приболевший я просто сейчас же время такое то что она а витаминоз все равно знаешь спе перемена после зимы сейчас все уже как бы организм ослаблены плюс к вид куча вирусов какой-то фигни ну и соответственно люди все это цепляют сейчас выйдет солнышко насчет но становиться более сушек и оно начнет должно отпадать ну и мы опять же будем более энергетически на подъеме что тоже немало важно ну знаешь я как будто себе запретил болеть вот как случилось в прошлом году вся эта карантинная история в марте еще вот я тогда как будто так себе запретил болеть и все и вот я с марта ну не простужился скажем так не было то что повезло я сейчас я сейчас накаркаю стопудово я просто знаешь все больше устаю я просто знаешь такой вот извините конечно какой-то момент если ловлю на мысли что я заебался вот видишь когда человек очень сильно устает то ты все равно тратишь свои силы да не те иссекают и на уставший организм очень легко подцепить какую-нибудь заразу иммунитет все равно ослабевает да с этим мало отдыхаешь когда ты занят но я вот это ощутил на себе то что я тоже все время долго держался держался там я помню там спорт потом я как-то у меня была там операция да там не сделали операцию я снял швы и пошел заниматься в зал то есть я тренеру сказал давай хотя бы что-то чтобы я мог уже делать чтобы не напрягать эту область но потому что мне хотелось вот и ну кто меня знает знают что я не буду лежать и болеть а вот в сентябре меня хлопнул к вид и не сам к вид страшен как его последствия которые нахлобучили то есть как я понял ну потом впоследствии я все вот это читал да ну точных данных нет на всех он действует по-разному но большинство пишут о том что он ударяет по тем слабым местам которые в тебе спали то есть у тебя есть какие-то моменты до нехорошие в организме и вот он и по ним долго то есть по слабым и долго так сильно что ты потом блин в себя прийти не можешь и у меня после него на протяжении там двух если не больше месяцев постоянное головокружение ножки уходят знаешь вот ты идешь и такой хоп и поплыву куда-то короче но такое часто состояние слабости депрессии ничего не хочется вот к новому году я кое-как отошел но как я понял я не не вошел полностью в свою свою прежнюю норму как бы все равно организм ослаблен я там стал опять заниматься спортом вроде все нормально но вот с начала марта там вот где-то как раз с первого со второго второго сильно задело меня опять у меня опять появилась слабость у меня температура тридцать четыре пять прикинь ну просто вот ничего себе я с температуры вот около тридцати пяти сейчас проходил две недели и я понимаю что я хожу по лезвию ножа знаешь что что вот у меня слабое состояние никаких воспалительных процессов я просто очень сильно устаю и мне просто вот слабо вот нет ни температуры ни кашля ничего и я понимаю что в таком состоянии любая любая болячка какая-то там вирус или что-то он очень легко на меня сядет вот и вот сегодня я бы я проснулся имени дичайше плохо меня сильно болит просто адски болит голова тошнит ну вот такое я пришел на работу кое-как что-то пособирал плюс у меня там новый товар зашел мне надо его пофотографировать я вот сижу фотку у меня слабо пот течет я думаю температуру пришел домой 35 вот так и сейчас от к вечеру я вроде более-менее там пару таблеток от головы чаю попил сейчас вроде чуть в себя пришел с тобой записываться как бы вроде нормально что будет завтра непонятно блин жестко как-то слишком причем знаешь как вот прям еще температуры 35 а давление это не мерил может там вообще ты еле ходишь такое знаешь как будто увядание как будто для тебя кто-то проклял ты такой потихонечку как как бы гаснешь и в то же время у меня нету ну поводов внутреннего моего состояния для того чтобы гаснуть то есть у меня нет какого-то депрессника у меня наоборот там бизнес какая-то движуха какие-то клиенты товар мне все это интересно и блин мне хочется делать работу до хочется всем этим заниматься у меня куча каких-то амбициозных планов на каждый день вот и я просыпаюсь и понимаю блин что сеть сегодня я вот какую-то часть из этого просто не смогу делать я беру самую важную выжимку иду делаю короче остаются силы еще на что-то доделал но вот так и меня это очень сильно обламывает блин это причем получается прошло месяца четыре уже и это все еще у тебя остаточные какие-то явления ну да я был в конце сентября получается потом что там октябрь ноябрь декабрь вот те три месяца и сейчас март вам 3 тоже вот скоро будет полгода когда ты хер пойми кто блин вот такое но я почитал вообще про последствия у многих бывает и хуже то есть меня еще нормально ну и тут надо как-то это я смотрел подкаст с невропатологом и он говорил что вот это к видна история особенно когда пропадают обонянием и вкус что есть примеры что не возвращаются потом либо очень искаженно возвращаются людям то есть например после уже перед как переболели люди может месяцами не возвращаться вкус либо вернуться но очень искаженный и это может даже остаться на всю жизнь вот то есть это какие-то единичные случаи но есть такие примеры уже зарегистрированы я такой думаю блин вот это конечно дичь то есть ну блин потерять вкус но это прям вкус жизни потерять то есть мы через еду получаем массу эмоций на самом деле и массу впечатлений от жизни если потерять это одну блин я вот даже задумался о том что если наконец-то появится какая-то уже надежная и массовая вакцина что я ну вакцинируюсь прям вообще без разговоров то есть я не вхожу то в когорту антивышечников пяти джишечников и кредитами я сразу как это появилось то что там возможность записаться вот через ди я в очередь там встал посмотрю когда надо меня дойдет на сады сейчас все больше и больше народу стало об этом писать и публик опубликовывать уже какие-то мои знакомые я вижу то что они там уже вакцинировались но в разных городах я просто пока не могу понять как происходит этот но выборка то есть там она же была какая-то да там сначала этих потом тех 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 там начиная с медиков но как я понял возможно раз некоторые мои знакомые в это попадают а там есть музыканты блогеры там еще что то возможно где-то может быть рассматривают лидеров мне не знаешь что что в первую очередь надо запустить этих людей чтобы они через свои социальные там сети показали людям что вот они это делают ну как потому что спорных вот этих делать или нет опросов и смотрю тоже сейчас проходит много и там чуть ли не половина населения не хотят вакцинироваться ну и соответственно с этим надо как-то работать скорее всего журналисты блогеры музыканты там какие-то люди которые на виду они скорее всего в этом участвуют вне очереди ну как я понимаю раз я это стал наблюдать в социальных мере по крайней мере в этом есть какая-то логика но понимаешь я я понимаю людей которые не хотят вакцинироваться там по причине того что вакцина там не исследована до конца или привезли куда неведомую там индийскую вакцину с небольшой эффективностью там 60 процентов или сколько я читал где-то то есть таких я еще могу понять которые как выбрали позицию как я то есть мы подождем сейчас вот посмотрим плюс большая конкуренция в этом деле то есть фирмы разные соревнуются там файзер там друг другая какая-то фирма все хотят побыстрее и вот конкуренция это хорошо возможно она скажется на качестве а вот то что все спешат это плохо потому что хотят побыстрее выпустить на рынок вакцину и нахапать денег плюс тут еще конечно сказывается какие-то элементы как будто холодной войны потому что россия вот впереди планеты всей выпустила спутник который тоже непонятно эффективно неэффективны одни страны его закупают другие отказываются кто-то по политическим соображениям кто-то отказывается покупать из каких-то других соображений ну типа недоказанности эффективности это или еще что-то а вот мне кажется что за не перебил что любая вакцина какая бы она ни была если она зашла уже на рынок и предлагается население то она одобрена ввоз а ввоз сидят не мудаки и из индианы россии или из пакистана и не нет никакой разницы как мне кажется раз она одобрена значит она она нормальная по крайней мере а если она не нормальная значит нормально еще вообще никто не придумал тут же ускоренный процесс выпуска вакцины потому что поголовно все болеют и если в случаях там с другими болезнями и вакцинациями проходят десятки лет до когда вакцину полностью можно разработать и опробовать на людях со всеми последствиями со всеми этапами годами то тут все происходит в достаточно ускоренном процессе соответственно уровень погрешности будет больше вне зависимости от того кто ее сделал но если запустили на рынок значит она соответствует требованиям я думаю так она как будто соответствует каким-то требованиям но тот же российский спутник ну если я достоверные источники читал выпустили без третьей стадии исследования то есть без там они получается дело лишь как как это называется господи у них была какая-то выборка и часть испытуемым вводили плацебо части испытуемым вводили по настоящую вакцину и даже сами люди которые вводили вот там медсестры ли кто который шприц шприцом ну в кололи шприц этот с вакциной не знали что они вводят нумерация вся эта данная по вакцинам была в компьютере и то есть компьютер потом уже обрабатывал фамилии там как ты должен был дать эффективность какую-то и должна это была небольшая выборка должна была стать еще какая-то более глобальная если я правильно понимаю как это работает и вот более глобальной не было то есть они сразу такие вот мы провели вторую стадию ну все значит выпускаем на рынок чтобы быстрее выпустить но не знаю короче вот то что я и примерно читала какие-то понимаю я тебе сказала как я то есть я сейчас тоже сумбурно достаточно искали всего но как 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 я понял невозможно сделать стопроцентную эффективность потому что все равно никто не знает до конца что это такое вот и все это в таком ускоренном и но и скорее всего тут идет уже ставки на то что хоть бы было меньше но не полностью знаешь но хоть бы было меньше там процента заболеваемости хоть бы как-то эта вакцина сработала чтобы можно было продолжать все дальше работать в этом направлении изучать такое вот я думаю сейчас весна настанет и все должно быть немножко получше хотя в прошлом году первый карантин был как раз весной но опять же тогда как я пищу но как мне показалось то что очень сильно все закрыли перепугались и сделали это наверное даже преждевременно то есть убили большинство бизнесов еще чего-то но тогда не было такого массового заболевания чтобы вот эти меры предпринимать а тогда когда она уже пошло все взяли все ослабили потому что блять но вы же уже убили нам бизнес какой на хрен еще что-то закрывать но все сделали задом наперед и через жопу мне кажется то именно так и было просто перешла уже закрывание закрывая сейчас все друг с другом контачат уже невозможно это остановить тут уже идет эволюция напугали просто резко всех тогда сильно напугали люди в итоге в итоге я просто помню лето помню лето как все вроде разрешили уже хоть что-то все выдохнули и так соскучились друг за другом что начали тусоваться обниматься целоваться в общем этот месяц как будто месяц сидения дома был коту под хвост поэтому я просто помню вот сегодня вот мы записываем этот подкаст 17 марта это среда выпустим в пятницу в пятницу выпустим на тоже как ты смонтируешь но я думаю в пятницу да ну по крайней мере очень это хочу 17 марта день святого патрика я просто помню что этот день раньше для меня но там не то что я там фанат святого патрика но когда я попивал пиво и движевал помню что в этот день было очень весело всегда вот в этом году я уже этого веселья особо не замечаю почему вспомнил мне сегодня спрашивал товарищ типа есть приятели в николаеве сейчас вот где вечером можно сегодня отпраздновать день святого патрика и я такой блин ну я и я ловлю себя на том что я не знаю где в нашем городе можно сегодня отпраздновать патрика прикинь блин я тоже не знаю но я еще я просто общаюсь с некоторыми ребятами которые праздновали и сейчас вот например держат заведение пабы в харькове с некоторыми общаюсь и вот они например писали посты на фейсбуке о том что из-за там всей такой видной ситуации они вот специально не будут устраивать никаких мероприятий никаких вечеринок то есть поэтому возможно сказался карантин но с другой сну не карантина вот эта ковидная история но с другой стороны мне кажется что как будто вся вот все вот это празднование пошло на убыль последние годы вот в частности патрика вот если вспомнить например лет еще семь тому назад когда вот это все бородатое движение было на пике в украине тогда же парады были в одессе там проводили пацаны не в килте ходить в килтах шли парадом потом куда-то шли пили пиво и прям была тусовка и было бородатое братство какое-то а сейчас все куда-то не знаю повзрослели лишь как это называть все куда-то делись делись и как-то уже нету вот вот тогда прям было типа борода там отдавать объединяться вокруг бороды какие-то я не знаю какие-то движухи все время и прям вот сообщество бородачей одессы что-то все время предпринимала вот ты в николаевы там запушил какое-то движение помню пацаны из житомира со мной выходили на связь что они там у них вокруг папа какого-то все это объединялось вот были какие-то такие локальные очаги которые ну то есть борода просто был повод для общения креативных людей то есть это всего лишь от борода просто был повод как будто наличие бороды подразумевала уже наличие каких-то базовых общих идей то есть какой-то легкой не легкую неформальность возможно вот какой-то более такой какой-то подход более креативный к жизни и вот пацаны на этой почве объединялись может еще любовь к пиву как будто это надо тоже было одним из поводов вот и как-то это все вот было 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 и бац и сдулась это да но вот у нас как раз же даже тот этот бородатый клуб николая не в николаеве мы организовывали как раз вот ровно четыре года назад ровно вот в этот же день 17 числа если даже фейсбук это подсказал вот выпустили там свои вот эти первые футболки запустили николаев бирдман клаб выступал у нас как раз о hamsters тогда я не помню пиа первый ли раз они были в николаеве не первый но именно что мы пошли там на у hamsters с ними тусить потому что у нас день рождения клуба ну вот сегодня в первый раз и такой мощный движ мы как раз запустили у нас еще и клуб там хмельной патрик пап вот все это в нем так прогорели хорошо и на следующий год у нас была годовщина вот это все движухи короче с нашей бородатой активно так мы двигались еще и мы сделали опять же в этом же патрике и опять же патрика только не мы их приглашали о их патрика о hamsters не мы приглашали а также патрик ну патрику понравился этот движ это команда и они запустили их на следующий год на день святого патрика опять то же самое мероприятие и так совпало что у нас годовщина короче мы там опять прогорели хорошо а потом потом ты помнишь когда я тебя приглашал мы делали уже в мертвом кролике уже мы привозили по-моему вот хамстерс да но это не патрик да это был не патрик это был день всемирный день бороды да 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 владел пост и после него уже я прекратил бухать и это было опять же и после этого был опять патрик на который я пошел и просто поздороваться и опять приехали о хамстерс я просто зашел крезвый короче посмотрел на них как они играют всем ручкой махнул там сделал какую-то одну фотографию уехал и все вот сегодня я если бы там не фейсбук нет и я бы даже и не вспомнил что мы когда-то организовывали этот клуб потому что вот этот бородатый клуб он как-то постепенно прекратил свое существование то есть то мы там объединились вокруг какой-то идеи да что-то там делали делали но судя по всему вот этой именно идеи пить пиво и тусить в пабе было недостаточно чтобы облепить ее бородачами которые никуда не разбегутся потому что так посмотрел ну там каждый занимается каким-то своим делом и сейчас очень сложно нам собраться в один уехал куда-то кто-то там занимается хендмейдом плотно там мастерской торчит не выход не вылазит да кто-то там где-то еще короче кто-то там что-то рисует дизайнеры ты у него он вроде в городе но в этот город практически никогда не выходит ну знаешь вот какие-то такие я там в чай этот ушел меня же была потом другая попытка опять же на бородатой теме я сделал бородатые бега да 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 это уже новая была тема это когда я стал бегать им просто захотел всемирный день бороды отпраздновать с какими-нибудь бородачами типа давайте пробежим вместе и это опять же подтолкнуло создать какой-то движ блин на котором я там вроде семь или восемь семь вроде официальных таких типа забегов организовал онлайн еще и по всей украине с медалями со всеми движухами короче есть у меня вот это вот как это любовь к созданию каких-то клубов видишь получается что как борода там деле как и в забегах нужен какой-то главный алкоголик либо бегун который объединит вокруг себя других алкоголиков или бегунов да ну видишь по травме я перестал бегать как бы да и и меня все равно от меня сегодня спрашивали там будет ли забег посвященный весеннему равноденствию грибы ну вот уже нет потому что знаешь когда ты сам не бегаешь как-то организовывать я просто организовал там два или три последних забега не бегая сам но это уже не так интересно когда ты сам бежишь блин это классно ты в теме ты все время этим живешь и соответственно на этой волне ты делаешь ты отслеживаешь как это делают другие да что он от чего народ кайфует от чего народ не кайфует что это этим людям дать и что дать такого что тебе самому было бы интересно а когда ты перестаешь бегать ты постепенно отваливаешься от этого движу ты ну ты же не можешь постоянно мониторе чем они там занимаются и блин на это волне я как бы ну типа отошел на опять же есть там как как комьюнити можно назвать да там в телеграм телеграм-чат в котором там около 300 человек которые все равно между собой общаются по беговой теме обсуждают чат который там с когда-то создал я да и я там являюсь до сих пор администратором я смотрю ну как там люди о чем пишут но мне это интересно мне интересно то что получилось все равно объединить там уже далеко все не бородатые но штука существует знаешь вот в этом чате общаются бегуны с там со всех городов украины это прикольно ну слушай а ты вообще эту идею где-то подсмотрел про онлайн бега или как-то это у тебя само родилось потому что он я как-то стал заниматься бегом ты знаешь мониторишь всякие штуки там подписываешься на участие в каких-то мероприятий тогда еще не было к виды вот и она же как таргетом тебе попадает реклама всяких забегов ну типа чтобы ты тоже такой там поучаствовал и как я не помню как он точно называется какой-то фирменный ресурс короче западный вот у которых красивые медали и там типа ты можешь ставить проходить любые челленджи ты можешь зарегистрироваться у них там выбрать себе любой челлендж например что ты пробежишь там 150 километров там за какой-то срок да либо ты будешь бегать каждый день по три километра то есть там челленджи на выбор очень много и под каждый такой челлендж есть своя медаль вот она там красивыми да и не все это типа показывают и ты регистрируешься на их сайте выбираешь челлендж который ты хочешь типа пройти закидываешь им бабла ну сколько это стоит да это движуха а потом отчитываешься с беговой приложение ну есть много беговых приложений где которые трекают твою активность беговую ты просто типа им подтверждение скидываешь там эти скриншоты но вот так такая тема и когда там при этом завершил челлендж они тебе высылают на твой адрес медаль ну и таких движух ну это я сначала увидел у них а потом понял то что в принципе ты их много и они по украине есть и знаешь про проводя в николаеве создав этот чат ну я знаешь но в николаеве там на 50 человек а хочется же больше хочется какой-то активности плюс я делал сейчас мы возможно об этом как раз вот поговорим тоже так как я являюсь этом язычником чту славян с там своих предков славянские традиции соответственно я не просто делал забеги я делал и в день равноденствий то есть четыре равноденствия солнцестояния в году это четыре точки отчета в коллагодии в календаре и соответственно в эти дни раньше я проводил обряды вот сейчас тоже по определенной причине я их не провожу я думаю ну тогда вот эти забеги будут моими обрядами то есть почитание солнца как делали предки я делал просто с помощью спорта вот и соответственно замутил их по повод этим датам и такого никто не делал но это было стало интересно если не станут там называть коляда масленица там купала это осень я их просто называл там весенние летние осенние зимние но такие чтобы сильно знаешь не не показаться каким-то сектантом короче все должно быть намного проще доступнее и понятнее почему мы так делаем плюс делали мы подсмотрели у маши карачиной марина карачина наверно все таки мария маша у нее есть встреча календарных сезонов ну как это лето весна да тоже времен года именно календарных а они собираются в киеве там в пять часов утра например в первый день лета и в пять часов утра бегут и встречают первый летний рассвет вот первый осенний первой весенний первый зимний но эта штука как бы тоже классно и в николаеве мы тоже делали это там не не на платной основе ни с какими не медалями это просто чтобы знаешь ты одновременно с другими бегунами в украине бежал и в этом есть своя энергетика и свой кайф это уже чувство единения какой-то да да и также я своими забегами которые делали в дни солнцестояний тут тоже была идея делать это не только в николаеве но и в других городах украины одновременно и это круто конечно за такую ух она чувствуется туда я с я хоть максимально равнодушен к бегу прям не то что я противник для прям максимально к нему равнодушен но со стороны звучит круто то есть ты чувствуешь себя частью движухи частью комьюнити и как будто это мотивирует сильнее даже то есть ты бежишь но ты не один до с кем-то ну не сам точнее да я вот узнал ну то есть я видел что ты увлекся в какой-то момент бегом но так как я вообще не заинтересован у этой теме это как-то и не особо интересовался ну что ты конкретно делаешь и меня повеселило когда я вот уже стал прям уже любопытно стало меня повеселило название бег во время чумы когда вы во время карантина делал онлайн забеги с медалями если не ошибаюсь то в мае было но их было ну да их было два просто там один был фак к вид он прям назывался он был 1 вот он был прям скорее всего какой-то апрельский потому что в марте случилось то что все запретили и там буквально через пару дней я запустил уже регистрацию просто она знаешь так тебя осенило типа раз мы не можем бегать и выходить на улицу то мы будем бегать везде он назывался факовед 19 и соответственно я взял за основу цифру 19 что ты можешь пробежать 19 метров 190 метров 1900 метров либо там 190 ступенек в подъезде но какие-то такие короче штуки типа придумывай как хочешь главное участие и там да там были маски в стартовом наборе на которых было написано bird trace борода ты бега вот и медали ну и соответственно люди записывали видосы как они чудят короче там даже репортаж снимали про ну про участников кто 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 во что горастом кто-то делал шаг вперед шаг назад в квартире знаешь место мало и туда-сюда кто-то носился просто по квартире считал там вот эти там 190 метров либо там километр 900 короче ну блин такие интересные моменты женек у нас бегал по подъезду он там какое-то количество ступенек себе задал вот он вперед назад гонял короче а потом сделали бег во время чумы да этот прошел он был интересный короче а бег во время чумы сделали уже с соревновательной движухой насколько я помню да ты же там тоже участвовал в качестве спонсора да 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 я чё-то накинул там из продукции я уже чазаря плохо помню что я предоставил но тогда я узнал сначала просто как при инициативу что будет такое мероприятие и я вот тогда решил поинтересоваться в целом что это за движ я просто помню что я у тебя на начала расспрашивать и уже на почве от этих расспросов мы пришли к тому что можно проспенсировать и мне там получилось уже по-другому то есть если первый знаешь когда все всего боялись и боялись куда-то выходить и я сделал вот таким образом что можно даже дома бегать хотя там в чате писали типа почему-то мне на улице я говорю на кто гарантирует что вот но сегодня я же как и организатор да я объявляю регистрацию вот я объявил ее сегодня а проводить мы будем через месяц игру ну как бы где гарантия что вы сейчас зарегистрируйтесь кинете мне денег и закажу медали а там послезавтра не будет какой-нибудь мент стоять с термометром возле подъезда и выпускать вас по списку в магазин но поэтому все делалось ну как бы так чтобы не выходя из подъезда ты мог этот челлендж выполнить а бег во время чумы там уже стала немножко ясная ситуация что в принципе бегать и по улице можно до что можно в принципе там пробегая какую-то остановку там просто накинуть баф на морду как бы там или маску что-то типа общественное место пробегаешь ну и соответственно не бегать просто толпой а там один-два человека даже могут бежать и соответственно тогда уже был придуман бег во время чумы уже с дистанциями там 5 и 10 километров плюс еще и на время то есть можно было участвовать в забеге с результатами и по результатам первого второго третьего места выдавались подарки ну и соответственно это тоже делалось так что присылают трек со своей программы и ты смотришь время все их вносишь таблицу потом выводишь призеров он был для меня как для организатора очень сложный но в то же время очень интересно потому что вот в ту пору заниматься все равно было нечем продаж практически никаких не было вот и я сидел в своем офисе тупо лепил медальки эти я же на каждую вручную прилеплял веревочку из паракорда короче привязывал я сидел пересматривал заново сынов анархии хороший сериал да и пересматривая сынов анархии вязал вот эти вот медальки короче собирал стартовые пакетики каждому там у меня блин знаешь коробки просто от этих пакетов с пупырками стояли заказаны в ряд тут куча медалей тут куча стикеров которые вложить тут куча призов и ты сидишь и думаешь как же блин вот это все упаковать в какую коробку и я ходил когда уже были определены победители там еще был немножко там скандал у кого-то там заел заели часы а он там супер бегун он там не вовремя там нажал на кнопку на что-то такое короче были какие-то такие моменты но призы были классные и вот я помню я там в течение недели наверное каждый день просто я приходил с утра лепил эти медали пакетики там еще номера ну вот полностью стартовый пакет да все их собирал там порядка там 40 пакетов 30 40 все их в приложихе новой почты сразу делал там ну нумерацию забивал да ну как создавал накладные короче вот подписывал каждый пакетик брал там два мешка короче приходил на почту и говорю распечатайте мне реестр а то вдруг говорю ваши вот это вот вашем аппарате не хватит как бы ленточки ну чтобы мне оператор да именно такую ленту дают и я стою их там клей они мне даже помогали знаешь но не так много народу чего-то отправляла в этот период и этом клепал делал им деньги короче но ты как этот ты как ты как дед мороз такой с пешком пришел да и так на протяжении вот недели то есть такой сделал 40 ну там приоритет опять же да там сначала детям потому что дети тоже бегали да там ему хочется быстрее подарки вот потом всем призовым местам ты отсылаешь короче потом туда же докладываешь тем кто с этими призовыми там вместе регистрировался да там просто вася победил но его жена с ребенком тоже бежали значит она тоже доложить эти медальки ну и вот такая сортировка она такая долгая блин вот и когда ты последний пакет отправляешь такой наконец-то ну слушай звучит звучит как достаточно крупный проект такой но я не говорю что этом делал один есть люди которые мне очень круто помогали это и там касается дизайнов и стикеров и самих медалей там шли на встречу в эти сроки знаешь там тоже все же такое что в любой момент может случиться форс-мажор и чего-то не будет где-то что-то закроется либо человек который за это отвечает просто заболеет и всего и ты такой блин как там вот в этот раз я вязал там веревочки а в другие разы там девчонка у нас машина просто я заказывал ленту не заказывал я покупал ленту в магазине там для этих рукодельников короче вот отсылал приятелю в киев он на нее пропечатывал ну принтовал эту ленту делаю брендированы для медалей а потом приходила маша забирала мне все медали и матки этой ленты и дома сидела каждую пришивала прикинь это такое вот сколько медали любомир сколько медали на завтра надо срочно отправить этом 35 она мне на следующий день приносит там вот 40 типа сегодня вечером еще буду делать блин я восхищаюсь такими людьми вот мне такие люди нужны на работу которые могут усидчиво сидеть и клеить наклеечки на баночке например я просто знаешь это блин я все равно со своей позиции скажу вот это такая работа которая вот выглядит со стороны очень простой ну то есть ну вот что там такого что-то пришивать либо приклеивать да но когда ты с этим сталкиваешься и ты понимаешь что например наклеить там пришить там 30 медалей или например наклеить мне 100 баночек это два часа например ты то есть не может смотреть фильм под это сериал там подкасты слушать делать все что угодно ну смысле из контент контент воспринимать любой но при этом ты должен монотонно сидеть это делать я вот иногда просто блин меня это убивает меня тоже ну просто это надо но да ну такое я себя по-разному грузи знаешь что сидишь эти там конверты там же можно по-разному автоматизировать процесс типа знаешь сначала там во все вложить одинаковое потом там что-то там положить уже не такое потом там подписать потом оформить но я себе делал так чтобы практически там через каждые две или три посылки мне надо было встать встать пойти там выкинуть то есть урну ставил далеко знаешь а когда ты клеишь пакет и ты вот эту ленточку снимаешь но и не бывшие под ноги кидать я не такой я от я кладу в рот короче этом три-четыре спиральки таких образовывается такой брена пойти выкинуть пошел выйти на какие-то такие моменты либо там с этого угла в этот перекладывать их когда ты там сделал столько там сюда я помню что я их еще так специально подписывал чтобы на новой почте они тоже все по порядку шли специально так раскладывал чтобы не надо было потом номерки искать я просто я просто подумал что вот эта организация онлайн забегов каких-то я потому что это уникальная история для украины ну так как я не погружен в бег и во всю эту субкультуру в моем информационном поле не было ничего подобного и я когда услышал этот бег во время чумы я такой блин это очень странно но бежать онлайн очень странно но прикольно и я еще тогда вот не догнал соревновательской вот этой истории то есть как можно соревноваться как доказать кто первее пробежал да если бегут в разное время ну плюс-минус до имеется ввиду нею там не в час а все равно старта может быть в разное время и так далее как это все сравнивать как это замерять тут же придется людям доверять ну да вот но в моем случае да вообще в этот же период но вот во весь этот 2020 год карантинный еж еще крупные организаторы типа новой почты которые продали регистрации абонементы там годовые к примеру да но люди сразу покупают на год например там все полу марафоны там еще что-то бегуны они так любят делать там собрать полностью там пробежать все годовые вот эти вот там во всех городах короче поучаствовать вот и новая почта она что сделала она сделала тоже все свои мероприятия перевела в режим онлайн они сделали классные стартовые пакеты ну то есть не 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 зажопились как бы знаешь как многие там они там стали всем участникам рассылать футболки классные медали то есть если раньше у них там например металлическую медаль ты получаешь за дистанцию там 10 километров и выше там 21 и марафон то дистанция 5 километров например была пластиковая медаль то тут они даже на 5 километров сделали металл они что-то там ну прикольно там маску антисептик какой-то там приколюшку какие-то там наклейки шапку помню там клали футболку то есть ну в каждый пакет уже в онлайн так как они знаешь но бюджет не расходует на оффлайн мероприятие они все-таки докупили чего-то и проводили это онлайн и люди как бы там сегодня бежим там харьков но каждый бежит у себя дома понимаешь вот и у новой почты так как ну скорее всего как как я понимаю их их больше по крайней мере у них есть волонтеры да там еще что то они отслеживали ты тоже им присылаешь типа свой результат вот но они не верили на слово они анализировали может ли этот человек столько пробежать то есть но если ты присылаешь результат с какой-то беговой программы значит он не должен быть первым результатом в этой беговой программе ну то есть это не твой не первый трек и в этих беговых программах это же типа как социальная сеть беговая в ней сохраняется все сколько ты бегаешь все что сколько ты набежал там но если там грамотно выставлять как вот и там я раньше делала многие так там даже трекаются кроссовки то есть ты ставишь кроссовки в которых ты бежал и он тебе показывает пробег этих кроссовок но со временем прикол и у каждых кроссовок есть определенный уровень пробега то есть ты понимаешь когда тебе надо обувь заменить вот они могут выглядеть классно но в них бегать уже нельзя для здоровья вот и соответственно там если ты показываешь какой-то спорный результат то они проанализируют твой профиль как ты бегаешь вообще не прокатился ли ты на велосипеде к примеру ну да 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 я вот это имел ввиду либо просто ты дал кому-то другому часы эти или еще что-то ну понял чем ну да ну у них посерьезнее плюс знаешь новая почта не первый раз проводят у них есть эта база бегунов и люди которые принимают участие они там зачастую принимают его не в первый раз и соответственно они примерно прикидывают там даже по именам и фамилиям какие люди будут занимать первые вторые и третьи места ну я просто знаешь еще в какой-то момент сейчас подумал это вот каким человеком надо быть чтобы незаслуженно получить медаль за расстояние которые ты не пробежал ну то есть вот типа даже в таком обмануть то есть это как 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 гордиться такой медалью ну да ну я вот своим это странно и писал то что типа ребят я не буду затрачиваться настолько как бы это все на вашей совести если вам интересно просто там всех обмануть и получить медаль ну блин обманывайте получаете ну то есть тот же интерес в другом чтобы люди вместе но для меня всегда была вот эта идея единение знаешь то что мы все вместе но пускай в разных городах но есть какая-то проблема мы переживаем ее вместе да есть какой-то праздник мы празднуем его вместе вот что касается как раз там всех равноденствий ну и прочего сейчас кстати опять будет на этих выходных если люди слушают подкаст в пятницу то завтра будет весеннее равноденствие вот что в принципе как дохристианской руси называлась масленицей вот сейчас тоже называется масленицы но тут масленицу православные христиане празднуют как-то по луне она у них плавающие у язычников масленица всегда была на равноденствие ничего что я начал я у меня просто смотри я сейчас уточню то есть это в субботу 20 марта день будет равен ночи да и 21 числа по факту день пойдет в рост да и вот тогда я со своей стороны уточню просто что ну я себя позиционирую ощущаю как атеизм ну атеист точнее ну то есть агностик нет атеист именно я верю научное познание агностиков я считаю с и кунами это шутка достаточно старая уже наверное на самом деле агностик для меня как будто это человек который не смог выбрать позицию знаешь такой него ну я не знаю ну а может всякое быть ну то есть а если серьезно я верю в научную познаваемость мира это что сейчас неизведанным рано или поздно познаем но выдумывать в конкретном моменте что-то и останавливаться на этом своем познании как будто глупо вот у меня какая-то такая позиция которая сформировалась в моем таком развитии возможно ну хотя я родился ну христианской семье и не с детства навязывались какие-то вот эти походы в церковь в детстве молитвы что я должен перед сном какие-то проговариваю то есть то есть я вот в такой какой-то парадигме но с взрослея это читая различную там литературу я начал задавать вопросы родителям например на которые я получал неудовлетворяющие меня ответы ну то есть условно как как вот такое объяснение ну очень банально да ну потому что нужно верить вера не требует доказательствами так далее а у меня возникали какие-то вопросы я такой а почему так но вот так потому что невозможно проверить ну типа того и даже не то что невозможно перед я там говорю вот почему например в библии написано что там за столько-то дней был создан да там мир а там ученые говорят другое ну вот так вот сложилось как бы ну и знаешь какие тут начинается с каких-то вот таких глобальных несостыковок ну типа ты просто своим каким-то детским умом начинаешь задавать вопросы ну да при школе преподают одно тебе говорят другое еще почему-то тебя заставляет церковь ходить и ты такой в детстве еще не хочется чаще всего ну конечно дети разные бы от меня не хотелось то есть я не понимал почему я должен там врань какую-то вставать если я после школы там не знаю хочу поспать там или еще что туда ну то есть я не понимал всего этого вот и вот задаваясь этого задаваясь вопросами получая невразумительные ответы я для себя сделал выводы что ну как бы все это фигня какая-то я не хочу я не хочу сейчас обесценить чьи-то убеждения просто я для себя лично для себя какие-то выводы что это вот не обоснованно все как-то знаешь вот я в это не верю ну то есть вот у меня это не убежит не убеждает просто и при этом я начал читать там информацию про другие какие-то верования и убеждения и понял что и это меня не убеждает я еще я еще хотел уточнить что я у меня еще в школе любимый предмет был история хотя при этом ну я закончил блин я сейчас буду сам вас колен я закончил школу золотой медалью и круто но при этом любимый предмет у меня был история долгое время и там же с пятого класса самая интересная история в пятом классе ты начинаешь изучать древний мир там этого цезаря древний рим там древний египет ну короче вот это все самое интересное когда там битвы какие-то великие полководцы воины вот все вот с пятого класса почему-то начинается ганнибал там барка и так далее вот я вот эти все истории меня впечатляли я очень знаешь такой прям горел этим и потом ты начинаешь доходить уже до киевской руси до крещения и тебе объясняют ну на уроках истории что вот явление этого крещения руси 9888 год если я не ошибаюсь до сих пор вроде помню на школы что это был политический ход то есть конечно что это вот владимир великий это он выбирал какую религию ему удобнее выбрать и он спали из близости константинополя из политических каких-то суждений он решил что христианство ему лучше подойдет и вот в такие моменты я такой блин и видя что сейчас происходит знаешь что это институт один из институтов просто который собирает зарабатывать деньги который ведет бухгалтерию который знаешь но это же даже кто-то я не помню у кого я читал что знаешь там коммунизм и христианство рождены в одной лаборатории я я очень сильно тоже отвлекся на эту тему и вот вот короче итог все всего того что я сейчас наградил что читают другие какие-то источники как исторические так и научные я пришел к выводу что мир познаваем что ученые двигаются и что ученые движут прогресс то есть все что все что мы достигли и узнали о космосе там и так далее это все благодаря ученым и чтоб мир познаваем и что то что сеть не познано сейчас возможно познаваемо в будущем или возможно об этом узнали раньше но подтерли немножечко ну не исключено но я веду к тому что все равно сильно подтерли и поэтому вот все какие-то религиозные направления в какой-то момент стали мне чужды но при этом я не хочу а мне реально интересно и вот понял тебя сотри а ты хочешь задать вопрос да и теперь у меня вопрос даже не про масленицу а в целом про язычество про какую-то славянскую культуру я скорее всего ошибаюсь но я когда-то давно читал такую тему что сейчас как бы это сформулировать что вот появился сейчас это неоязычество ли как это правильно назвать но современное язычество да что как будто не сохранилась традиции то есть что если мы обратим внимание на христианство там на тот же коран есть у мусульман у индуизма есть какие-то свои источники у евреев есть тора до что есть какие-то вот письменные источники которые утверждают обрядность какую-то и всю вот эту тему что как будто у язычества не было этого всего прописанного как проводить обряды как что славить и поэтому нео вот это неоязычество оно больше придумано чем вот такое историческое как было когда-то вот это я где-то читал и вот насколько это правда ну правда ли это вообще смотри я тебе сейчас так наверное будет сейчас длинный очень подкаст но хорошо смотри просто тут помимо масленица такое знаешь очень много всего зацепил во первых я это не называю религией а это скорее всего миропонимание то есть вот вот твое понимание мира твое видение природы в целом и твое видение сил которые в этой природе движутся второй вопрос как эти силы и эти там природные циклы называют люди в зависимости от того где они живут и насколько там как это исторически сложилось вот по поводу него язычество сразу скажу потому что потом забуду сейчас но реально очень много людей всяких разных которые называют себя всякими разными там санами именами волхвами там еще чем-то чаще всего это происходит для того чтобы на таком веянии заработать денег возможно заработать какую-то популярность для того потому что люди которые вот как ты говоришь да там типа зачем мне ходить в церковь они вот не хотят ходить в церковь но все равно они с детства приучены быть рабами и считать что кто-то должен за них решить вопросы какое-то высшее существо им терна они ищут этой высшее существо и находится как раз вот что-то типа таких вот не у язычников которые заменяют им одни декорации на другие например примерно понятно да я объясняю да я понял твою мысль да и как бы то чем занимаюсь и как я вижу это я ну вот с тем что я сейчас объяснил не имеет ничего общего вот по поводу вопроса сохранилась не сохранилась и как проводить обряды тут все упирается опять же в литературу литературу по сути много но какого-то корана или там библии но у язычников насколько я понимаю никогда не существовало потому что это не было необходимостью потому что это не является религией а это то как ты видишь мир и то как оно заведено то есть знаешь но если тебе надо там проснуться и пойти умыться то наверное поэтому не нужно книжку писать и соответственно люди жили общинами в общинах каждый человек проявлялся по-своему люди охотились обрабатывали землю и полностью взаимодействовали с природой чувствовали силы природы намного ближе и сильнее нежели мы чувствуем их сейчас в каменных домах которых мы живем вот прочувствовать как бы гармонию природы ну простой пример когда ты один заходишь в дремучий лес ты себя ощущаешь также как в городе или как-то по-другому ну логично что по-другому но но возникает вопрос в чем ну вот этого отличия причина какая изначальная где ты лучше высыпаешься в лесу или дома наверное в лесу потому что воздух более свежий потому что там есть какая-то растительность и все это вместе дает некий тоже живой организм пускай неведомый да ну вот назовем его силами какой-то определенной положительной силы природы и есть как бы там но я не буду сейчас доказывать там какие именно факты но очень много наблюдений что там когда ты себя не очень хорошо чувствуешь ты можешь поехать в лес и будешь чувствовать себя лучше вот ученые могут сказать что да ты там не шумят машины там еще что то но я считаю что знаешь ну как для меня вот например лес это один большой организм организма полностью гармонирующий там все взаимосвязано и все по своим правилам появляешься там ты если ты на позитиве не больной и все у тебя хорошо как бы ты вливаешься полностью в процесс если в тебе что-то не так то ты мешаешь внутренним процессом ну вот на вот как сказать на данной территории да и лес сама вот эта энергетика она будет стараться тебя вылечить чтобы ты не мешал потому что все должно быть гармонично и тебе становится лучше ну это какой-то позитивный взгляд я бы еще тогда сказал почему он лес не пытается тебя вытолкнуть чтобы ты не мешал а зачем просто но мы мы же мы же живые организм и почему он должен тебя выталкивать ну то есть мы как я считаю что мы одно целое то есть мы не чужды да не чужды да мы взаимосвязаны вот это один из из таких ну как бы примеров как я воспринимаю это вообще то есть ну вот как бы это объяснить то что я говорил да там люди жили общинами люди зависели очень сильно от природы очень сильно зависели от того выйдет солнце или будет идти дождь правильно потому что от этого зависит урожай от этого зависит как как он вырастет и что но будет у тебя что-то есть зимой зимой покушать или нет соответственно на это обращалось большое внимание ну и как это сказать то людьми всецело как бы которые вот вместе находятся в однообщении как совместное возможно давай назовем ее мольбой да там или совместной концентрации определенной силой они старались воздействовать на какие-то природные процессы для того чтобы пошел дождь например ну чтобы улучшить свою жизнь там и тогда да да вот вот это я считаю язычеством и вот это я считаю что она была люди умели лечить себя не в больницах там не в каких-то там аптеках или еще что то в какой-то деревне все время была какая-то бабка которая собирала травки и умела предсказать там что с тобой будет и как этим лечиться потом их обозвали ведьмами и сожгли всех на кострах и пожгли и по и пожгли все знания которые они за собой несли так но это как будто больше все таки католическая история про костры я что-то как-то но когда насаживался христиан 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 когда насаждалась христианство то сжигали как раз всех кто кто что-то умел и знал знахарь и ведьм и прочих движух короче такого плана вот почему ничего в истории не осталось ног и как я слышал и яны ну тоже в некий достаточные знания что фраза кнутом и пряником появилась во время насаждения христианство как раз на руси что где-то придет но там получилось все это перешло в эпоху двоеверия потому что отучить людей поклоняться солнцу ну невозможно и просто как бы одни там праздники или одни даты были насаждены на другие даты для того чтобы это легче воспринималось но опять же есть там тот же юрий петрович миролюбов и он христианин вот но он пишет писал да там такие темы про на российские там глубинки когда есть в деревне церковь в ней есть батюшка но когда идет засуха батюшка собирает хоровод там из детей и там девственниц и они крутят хороводы и просят пойти дождь это разве ну как будто это просто очень такой радикальный пример но как объединение язычества и христианство у нас же вот масленица как я понимаю это что же языческий праздник который остался и стал частью христианства он не все праздники христианские сверху наложены языческие вот любой праздник христианский который ты не возьми это языческий праздник я не знаю что там вот именно христиану в хриф христианс как это библии дали где у них там это наверно пасхат чисто чисто христианский праздник воскрешения только его сместили по времени если его опять же его его опять же насадили на ерилу то есть ерила но и ерилин день это то что ерила вешни называется то что идет после масленица то есть если мы сейчас давай возьмем масленицу что такое да это вот как ты говоришь там день равен ночи это переломный момент в природе это считается что вот сейчас ну там еще зима как бы да ну зимнее время еще не ушло вот она она еще идет потому что ночь длиннее и темные силы как бы до темные боги назовем их так сейчас в своих правах они уже отступают но они еще держат как бы свою свою территорию потому что это законное их время солнце стоит получается как открываются такие ворота между мирами да одна сила уходит другая сила приходит более светлая более позитивная то есть светлые боги приходят сейчас сюда и солнце после того как она родилась на коляду вот эти там три месяца она как-то старалась прийти в себя постепенно как бы росло до обретала свой как это сказать-то накапливала в себе силы энергетику потому что зимнее солнце оно светит но не греет и не дает какой-то прям классной энергии правильно а весеннее солнце которое сейчас пойдет после масленицы который в полностью вступает свои права она уже начинает давать такую ярую мужскую силу это сила зарода это почему мальчиком хочется девочек ну потому что в природе все взаимосвязано то есть это именно энергетика направлена на то что все должно сейчас зарождаться то есть ну так дать зарод в природе во всем идет цикл цикл зарода зарождения и это просто традиции в традиции каким-то образом и праздновалась и проявлялась и люди пытались попасть вместе с природой в этот цикл понимаешь то есть есть вот вот огромная большая сила до силы темные светлые которые друг друга заменяют и существует некий такой вихрь да когда эта сила меняется то есть эту силу увидеть невозможно но прочувствовать ее можно и когда ты всей деревней делаешь то же самое что делает сейчас природа то соответственно ты ощущаешь это на себе во много раз круче наш ну то есть ты грамотно проходишь природный цикл понятно слушай да я понял нет это это просто взаимодействие с природой то есть ну как если упростить каждый из нас закрываясь в туалете если у него разрядился телефон он разговаривает с собой разговаривать собой со своей совестью со своим сердцем можно сказать тогда то есть принципе он ищет бога он ищет бога он ищет все равно что то что позволит ему принять решение он ищет как раз ту самую силу которая она есть она есть вокруг каждого из нас это сила твоих умерших предков это сила природа сила земли на которой ты живешь почему на родине тебе легче нежели когда ты уедешь куда-то вот оно есть и если ты хочешь это прочувствовать ощутить и ну как бы принять понимать то ты это будешь чувствовать но как бы там нарисовать это невозможно и там сказать то что ну-ка пойдем со мной на капище часто были все почувствуешь невозможно тоже но если ты в это как бы вникаешь да и понимаешь что происходит вот и стараешься принять в этом участие то есть сказать бля возьмите меня тоже с собой я тоже хочу вот проучаствовать сейчас в этом классном таком вот цикле солнечном, то ты это чувствуешь. Ты это чувствуешь и как раз с тобой происходят такие вещи, знаешь, переломные. И к чему я все это, возможно, очень скомканно, но это касается не только славянского язычества. Это просто касается того, что ты учишь взаимодействовать с миром, взаимодействовать с энергетикой мира. Кто-то становится буддистом и таким образом через медитацию это познает. Кто-то идет в церковь и, глядя на свечку, когда горит огонь, разговаривает с умершими родителями, и ему это помогает. И через эту свечку, через этот огонь он как раз достукивается до именно той энергетики, до своих предков в удобной для него диалоговой форме. Понимаешь? Вот. И не надо быть религиозным и верить, что какой-то Иисус был. Просто человек вот эту декорацию полностью воспринимает так, что он способен отключиться от рамок этого мира. и провзаимодействовать с другим миром. Вот так, как мы делаем во сне. Вот во сне у нас рамки исчезают, и мы взаимодействуем с другим миром. Ну, знаешь, вот я тоже как скептик сейчас, как будто это просто выглядит как одна из форм эскепизма. То есть нам нужно куда-то направить энергию, нужно как-то скорбь, возможно, либо еще какие-то эмоции, плюс как-то успокоить себя, потому что будущее не определено, и жить страшно, и все мы боимся смерти. Как будто просто каждый придумывает свою форму, куда направить эти эмоции, и это выражается в религии. Ну, возможно, не совсем так, ты же стараешься еще и принимать какую-то энергетику. Если вот говорить о язычестве, то в язычестве нет понятия, что, например, твои родственники умерли, их нет вообще. То есть они есть, и как раз Масленица это вот тот день, когда считается, как светлые боги возвращаются к нам после зимы. И двери, как врата, там, пускай границы миров приоткрываются, и наши предки, души наших умерших предков приходят нас навестить. Почему во всех традициях на вот эти переломные моменты накрывают стол и ставят еще одну тарелку там, или там две, три, кого с нами уже нет. Это вот эта поминальная история еще, да? Ну, она есть в христианстве тоже, но вообще вот на Масленице, да, например, там печется блин и кладется на слуховое окно, потому что предки приходят посмотреть, как у нас дела, и если у нас есть чем их угостить, значит, у нас все хорошо. То есть, это первый показатель того, что за нас не стоит переживать, потому что, когда за тебя переживают предки, и если предки видят, что ты здесь находишься в каком-то депрессивном состоянии, у тебя все плохо, они могут потащить тебя за собой. Ну, это как бы тоже, тоже такой факт, что часто бывает, что когда люди умирают, их родственники могут либо серьезно заболеть, либо попасть под какую-то там машину в катастрофу, просто умереть, потому что есть какие-то незавершенные дела, грубо говоря, между вами, какие-то моменты, когда вы поругались, и человек умер, и ты не успел попросить прощения. И тут есть такая фишка, что и он не может успокоиться, и ты не можешь успокоиться, и вы не можете найти компромисс, и как раз вот такие какие-то обрядовые действия или умение работать с такими потоками могут разрешить данный вопрос. Я сейчас сказал, наверное, как какой-то колдун, но это опять же происходит на обрядах, в церквях, либо просто в своем внутреннем сознании, то есть надо уметь с этим, ну, с этим как-то поработать. Не думать, что, блядь, сейчас какую-то фигню вот это вот он сказал, ну, ну, просто я это воспринимаю так, то есть у меня были эти моменты, у меня был момент именно с моей матерью, которая умерла, и у меня был очень сильный период, потому что с мамой мы сильно ругались, и не очень хорошо она ушла, и мне было очень хреново не то, что у меня было скорбь там, да, то, что вот мамы теперь нет, а именно на протяжении вот пары лет у меня все шло вот просто через жопу, просто настолько хреново, то, что, ну, как бы, и когда я вот стал искать для себя, там, ну, я пообщался еще с людьми, которые более-менее в этом разбираются лучше меня, вот, и я сам для себя проводил некое обрядовое действие для того, чтобы закрыть эти вопросы, и стало лучше. Возможно, знаешь, это такое, как это сказать, самовнушение, но оно работает. Ну, и что касается масленицы, давай уж я договорю, почему, блин, на равноденстве, да, они там, она не плавающая, потому что масленица, это как раз, когда солнце вступает в свои права, пекутся вот такие вот обрядовые хлебцы, которые называются сейчас блинами, раньше их могли называть комами, это, опять же, такой спорный вопрос, там, рыбаков написал у себя, что комы, это якобы вообще медведи, короче, ну, может, ты слышал, наверное, то, что языческая масленица называется масленица комоейцей. Нет, честно говоря, я не слышал об этом. Ну, и комоедица связывают с медведем лесным хозяином, и есть, как бы, версия, теория, то, что фраза первый блин комом считается не первый блин комом, а первый блин комом, ну, комы, якобы, медведи, но, есть, существует много споров, то, что комы к медведям никакого отношения не имеют, и, потому что медведь всегда был берым, вот, и, но есть такое понимание, что, ну, как понятие, да, то, что есть духи леса, духи леса, которые называются комы, и, якобы, эти комы живут внизу, вот, чуть выше корня, то есть, вот, вот, когда только дерево начинает расти, да, вот, само его основание, вот комы там, и когда ты срубаешь дерево, почему пенёк оставляют? Для того, чтобы не затронуть духа леса, ком. Ух ты, слушай, ну, это, это прям очень интересно, на самом деле. Да, и первый блин выносился в лес духом леса, ком, потому что жили в деревнях, всё равно тебя окружал лес, всё равно ты с лесом взаимодействовал, в лесу жил, ну, и живёт до сих пор, да, медведь, медведя всегда почитали, как лесного хозяина, то есть медведь рулит, все решения в лесу принимает он, птички, муравьи, жучки, все подчиняются медведю, вот, медведь спит в берлоге, но в тот момент, когда просыпаются комы, лесные духи, в тот же момент просыпается медведь, вот, и это момент масленицы, и выносили вот эти блины, и клали их на спиленные пеньки, потому что там живут комы, и типа, ты даёшь первый блин комам, для того, чтобы задоблить лесных духов, и задобрить лесного хозяина, но там опять же, этот спорный момент, типа, какой медведь будет жрать блины, и он пойдёт, особенно голодный, после зимней спячки, и тут, есть как бы, ну, такая версия, то, что это приносится не медведю, а это приносится в лес, но так как медведь высшая сила в лесу, и он хозяин, то, соответственно, типа, он решает, как распределить вот эти самые там блины, да, ну, сводится всё к тому, что птички, и там жучки, и какие-нибудь мышки, которые тоже истратили все свои запасы за зиму, они, соответственно, кушают, и человек, как бы, таким образом взаимодействует с природой, то есть блинчики пекутся, это всё символ солнца, все радуются, то, что солнышко наконец-то обретает свою силу, уже даёт свою непосредственную энергетику, ну, такую посильнее, да, то, что тёмные духи уходят, ну, и всегда считалось, что тёмные духи, тёмное время года, это не то, что прям плохо и смерть, но всё равно это время, когда мы наиболее уязвимы, вот, что касается, о чём мы с тобой говорили в самом начале, то, что это авитаминоз, сейчас мы это так называем, да, там депрессивное состояние, пасмурность, какие-то болезни, то есть это вот зимушка, зима такая, знаешь, Мара Марена её называет матушка, она очень строгая, очень жёсткая и бьёт по слабым местам, вот, приходит весна, масленица, все радуются, то, что всё-таки вот это тёмное время отступает, и сейчас вот всё зарождается, и это, блин, так классно, как бы, вот поэтому такая вот масленица, поэтому люди таким образом её правили, а потом, буквально сейчас вот в течение месяца, это солнце обретёт, вот, ну, наберётся полной уже такой энергетики, и это будет праздник, он называется Ярила Вешней, то есть это Ярила, это имя солнца уже, это такой юноша, сильный, как раз который даёт весь этот зарод, о котором я говорил, вот, и на Ярилу пекли как раз кулич, который пекут на Пасху, в виде мужского фалоса, потому что фалос является символом рода, вот, и яйца, но не потому, что они мужские, а потому, что яйца в традиции, яйцо в традиции, это символ мира, именно мира, я думал символ рождения, что что-то вылупляется там, или ещё что-то, не? Ну, именно, ну, как символ мира зарождения, наверное, всего, понимаешь, ну, то есть, вот оно закрыто, да, и из него, вот, оно всё выходит, и их раскрашивали, вот, почему писанки, крашенки, да, все эти движухи в весенние цвета, то есть, ну, вот, именно разукрасить мир, каким он должен быть после рождения солнца, вот, и это переросло, ну, вообще, это Ярила Вешней, ну, это же Велик День, это же Пасха, ну, просто их куча-куча разных, ну, вот эти вот игрища с яйцами, там, вот эти куличи, ну, как, берут начало, как раз в язычестве, в плане фаллоса и рождения, рождения силы, были ещё обряды на Ярилу, когда, там, мужики падали на землю и изображали половой акт, то есть, ну, надо дать зарос земле, потому что, ну, вплоть до того, что кончить на неё, ну, это тоже имело место быть, понимаешь, то есть, надо дать зарождение, в этом нет ничего плохого. Ну, сейчас ты можешь эту традицию, знаешь, там, на свой лад коверкать, как тебе хочется, как тебе интереснее, как это красиво будет написано, ну, и, ну, как я этим занимаюсь, ну, достаточно давно, я для себя просто понял то, что, главное не декорация, а то, как ты это принимаешь, а декорации только помогают тебе войти в это состояние, и какие бы декорации ни были, надо, чтобы ты понимал суть, если ты не понимаешь сути, никакая декорация тебе не поможет, и какой-то там написанный правильно обряд, и который сохранился, он тебе никогда не поможет, потому что ты не живёшь в деревне, и там, твой брат, блин, не какой-нибудь там Богуслав, понимаешь, а там, а Вася, блядь, и, ну, и очень много есть моментов, и воду из колодцев вы не носите, и разговариваете по мобильным телефонам, ну, а там было всё по-другому, и делать так, как было там, называется реконструкцией, а делать так, как ты сейчас это видишь, ну, там, транслируешь, и воспринимаешь, это называется, наверное, возрождением. Блин, знаешь, вот я всё хотел сказать, мне очень понравилось, именно, ну, вообще, как это художественно всё, на самом деле. Ну, некоторые вещи, я где-то там слышал, о чём ты говорил, где-то что-то понимал, но вот сейчас ты достаточно широко мне это всё объяснил, и вот, вот что мне нравится, вот есть какая-то своя вот эта логика и художественность, это вот очень красиво, складно звучит, знаешь, вот это прикольно. не в плане того, что в это хочется верить, прям сразу побежали через костёр прыгать, вот, а в плане, что вот именно есть что-то вот такое художественное, прикольно. Но оно же, видишь, оно делало, как я это вижу, да, многие же источники об этом пишут, в каждой деревне было по-своему, в каждой, ну, и откуда это всё известно, это бабушка бабушке передала, как делали наши деды, как делали наши деды, есть просто люди, которые увлекаются этим фольклором, изучают его, они пишут какие-то труды, есть люди, которые берут те труды, начинают в них копаться, находить что-то, оспаривать что-то, искать ещё, понимаешь, ну, таким образом ты просто можешь понять некую картину, как оно было, и для чего это было, а как это сделать сейчас, надо просто брать там за основу, и стараться просто это продолжать в условиях современного мира, ну, блядь, не ходить в лаптях, понимаешь, ну, то есть зачем, ну, мы же, блин, современные люди, и с кукушкой должно быть всё нормально, ну, то есть не должно быть таких крайностей, ещё не дорассказал в Масленице, ещё же это как проводы зимы, да, то, что сейчас там сжигают чучело, ну, по сути, почему его тоже сжигали, это же не просто то, что там зима такая плохая, её надо спалить, её никогда не сжигали с, там, с какими-то там злыми намерениями, то есть, ну, как бы, у каждого, ну, в природе всегда есть определённые циклы, да, и вот сейчас наступает тот цикл, когда зима уже, уже должна уйти, но она должна уйти, чтобы обязательно вернуться, потому что, если она не вернётся, то жизнь остановится, и её провожали с почестями, и с добрыми словами, и благодарили за всё то, что она дала нам зимой, вот, а сжигали, ну, чтобы она ушла вот через огонь, и плюс вместе с ней сжигали всё то, что хотели, чтобы ушло от нас, ну, то есть, это какие-то болезни, это какие-то воспоминания, ну, а материальные, это, знаешь, там, какая-то простынь, там, какая-то рубашка умершего, наверное, да, возможно, просто какая-то ниточка, есть такое понятие, как науза, когда ты в узелок завязываешь свои мысли, боли, печали, горести и болезни, знаешь такое, да, ну, когда ты просто берёшь ниточку, и когда ты навязываешь, ты об этом думаешь, да, 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 вот, и, соответственно, ты вот это вот всё аккуратненько навязал, подумал, и во время обряда просто подвязал на эту мару, ну, вот, на мару, зима, да, смерть, подвязал на неё во время обряда, и потом это всё сжигается со всеми нашими вот такими, знаешь, там скорбями, печалями, какими-то концами, всё, что мы хотим оставить, оставить вместе с зимой, чтобы она это забрала, и никогда, чтобы вот именно вот эти штуки к нам не возвращались, и в этом тоже есть много, знаешь, это типа как вот, как, наверное, христиане отпускают грехи, вот, тут проходит сезон зимы, ты всё это собрал, сжёг нахрен, и тебе стало легче, ещё и солнце вышло, понимаешь, вот, и ещё хотел обратить внимание, я всегда, очень давно, как бы, на него обращаю, возможно, это достаточно примитивно, но я не считаю, что солнце, это просто источник света, то есть, ну, вот, вот, сколько бы ламп мне вокруг не включили, в тёмное время суток, я не буду себя чувствовать так кайфово, как я себя чувствую, когда светит солнце, и это, опять же, о многом говорит, о своей силе, о своей энергетике, и почему вот я так люблю солнце, и принимаю его больше, чем просто какую-то горящую планету. Блин, я, наверное, сейчас вообще не в тему вкину, но я почему-то вспомнил монолог Джорджа Карлина о солнце, ты, скорее всего, его не видел, я тебе советую глянуть, Джордж Карлин, это известный, один из известнейших американских сатириков и стендаперов, и у него есть монолог про солнце, и почему он лучше будет верить в солнце, чем в христианство, вот, и он очень такой едкий, смешной, и причины, почему он верит в солнце, достаточно прагматичные, но я, но они смешные, ну, то есть, потому что я его хотя бы вижу. Ну, да, так это есть такой, ну, есть был, уже ушёл от нас, такой Волхов Доброслав, Добровольский, он жил в своё время в Москве, очень сопротивлялся тоже там властям и всему вот этому совковому режиму, его там закрывали, короче, ещё что-то, ну, и он, соответственно, в итоге продал своё там жильё в Москве и уехал в Киров, под Киров, куда-то там в захолустье, просто в лес, отстроил там какую-то избу и стал там жить, жить и писать книги по природе, по тому, как он воспринимает природу, как он с ней взаимодействует, очень крутой дядька, и вот у него есть такая тема, как раз верит в то, что невозможно проверить. А зачем я буду верить в солнце, если оно каждое утро всходит, и я его вижу, я его вижу, оно меня греет, оно мне помогает, оно меня вдохновляет. Почему я должен в него верить? Оно же есть. Пусть в Иисуса Христа верят, потому что неизвестно, был он или нет, придумывают себе что-то, такое. Он очень простым языком, у него классные есть труды, как раз, типа там, мать-земля, природа, и человек, опять же, показывал, знаешь, вот есть какие-то такие канонические понятия язычества, то, что там у тебя должен быть красный кут, и в нём должны стоять там Перун, Велес, Сварог, и ни в коем образе там что-то ещё. Но это опять же уже такая тема идёт, вот когда кто-то меняет просто декорации, вот не понимая сути. А у там того же Доброслава была бабочка в красном куте, потому что он восхищался бабочкой, он просто восхищался этим творением природы и считал её божеством. Ну, блин, ну это же да, так, ну вот это же вот природа создала такое, таких вот бабочек, таких офигенно красивых, вот, и он там писал, как там бабочки между собой общаются, там тоже они там на расстоянии, оказывается, у них есть какие-то там чувства, ещё что-то, ну, блин, это интересно. И мне, мне вот такое ближе, чем, ну, вот реально, как там, знаешь, ты там сказал, вот этого же не сохранилось в какой-то книжке, вот, и сколько там, например, у меня был период, когда я проводил славянские обряды, я никогда ничего не читал с книжки, потому что я считаю, что если ты обряд читаешь с книжки, то, блин, ты просто читаешь книжку. Ну, это, ну, я понял твою позицию, ты всё-таки больше говоришь как о каком-то миропонимании, мироощущении, и даже можно назвать это какой-то философией, возможно. Ну, как вот буддизм, многие считают не религией, а типа философским каким-то направлением об отношении к жизни, как какой-нибудь даосизм, это когда есть только путь, это тоже не религия, а такое, какое-то мироощущение, миропонимание. это путь познания мира путём познания самого себя, либо путь познания самого себя путём познания мира, ну, то есть, это такие штуки. Ну, знаешь, я ещё так немножко отвлечённо сейчас скажу, прикольно, что получилось, ну, скорее, больше это был монолог с твоей стороны, но мне прикольно, что я послушал и чуть больше, возможно, узнал, потому что обычно в компании, если заходят у меня с кем-то разговоры про религии, это скорее, ну, чаще всего про христианство заходит, и у нас прям зарубы. Ну, то есть, я отстаиваю позицию атеизма, ну, если человек хочет со мной обсудить что-то, да, и это прям спор, который, в котором никто не побеждает, то есть, человек, если верующий, он останется при своём, я, как неверующий, останусь при своём, но мы будем с пеной рта доказывать, что каждый по-своему прав. Ну, мне кажется, что там с христианами там, наверное, спорить бесполезно, если они прям вот уперты, ну, потому что, наверное, им это помогает, либо они хотят, чтобы им это помогало, ну, и, возможно, в этом что-то есть, ну, если вот ему так хочется, блин, ты его не переубедишь, вот, и, ну, хорошо, знаешь, просто есть много людей, и что плохо, то, что они не знают, что они делают, они так делают, потому что так делают другие, или они где-то услышали, вот это плохо. А когда человек в этом что-то находит, ну, и это что-то, что он нашёл, не вредит окружающим его людям, ну, и не вредит, там, его жизни, его близким, там, родственникам, то пусть он делает, что ему хочется. Раньше я был радикально настроен к христианству, я прям такой был антихристианин, что прям надо выкалывать им глаза палками, ну, это я так утрирую, но, ну, а сейчас, ну, наверное, тоже, знаешь, и годы дают, ну, когда ты, ну, как-то каждый понимает, на каком, каждый находит для себя, на каком языке он будет общаться с этим миром, вот, и свою позицию мира, да, там, свое видение мира, очень сложно навязать кому-то другому, ты можешь этим поделиться, но надеяться на то, что человек такой послушает, скажет, о, бля, да, я тоже так хочу, ну, такого не будет, всё очень много зависит от воспитания, вот, жизненного пути, от того, как ты смотришь, с чем ты сталкивался в этой жизни, какие-то свои примеры, да, там, взлёты, падения, неудачи, работала она, не работала, помогала она тебе, не помогала, я, например, об этом могу как-то там философствовать, размышлять и думать, потому что, да, у меня был период работы с этими силами, у меня был, была практика проведения обрядов с огромным количеством человек, то есть, я участвовал в обряде, например, когда, ну, в нём принимало участие полторы тысячи человек, и я был одним из ведущих жрецов этого обряда, ну, и та сила, которую создают полторы тысячи человек, ты очень хорошо её на себе ощущаешь, ну, такое же, возможно, ощущает, например, там, какой-нибудь, Макс Кавалера на стадионе. Возможно, есть же какой-то эффект толпы, когда люди в трансы входят. когда люди все настроены на одну волну, это очень мощная получается волна, очень мощная сила, с которой ты взаимодействуешь, и, ну, блин, ну, это невозможно объяснить словами, вот, и также я ощущал на себе после проведения обрядов обессиленность, то есть, ну, это не просто какое-то театральное представление, или то, что я там потаскал много дров для костра, и устал, а это именно, вот, ты его провел, все получили прилив большой энергии и сил, кто искренне, да, проучаствовал в данном действии, а ты, ну, дня на два, на три просто уходишь из этого мира, ты просто спишь, и, ну, чувствуешь себя никак. Не то, что тебе стало хуже, а ты просто, вот, без энергии, но потом, она просто, там через два-три дня наваливает на тебя, там, умноженное на три, на четыре, на пять, то есть, ты становишься намного как-то мощнее, энергетичнее, позитивнее, заряженнее, вот, но в момент проведения, да, ты так сильно, ну, через себя пропускаешь всю эту энергетику, от людей, от природы, отдаешь от себя то, что, ну, можно так сказать, становишься обессиленным, вот, и это я тоже на себе прочувствовал, и это видели, там, люди, которые меня окружают, мои близкие, об этом знают, ну, и есть, как пример, и не пример, и случай, когда жильцы во время обрядов умирали. Ну, то есть, это настолько сильно работает, что можно просто нечаянно отдать себя полностью. Блин, я даже сейчас, блин, я не знаю, что на это сказать. А теперь про Лего. Я просто хотел тебя спросить про Лего, и опять же, недавно слушал какой-то один из подкастов, не буду там, не помню кого, но опять наткнулся на то, что взрослые мужики собирают Лего. Я никогда этим не занимался, и я вспомнил тебя, и, блин, мне просто интересно, в чем прикол. Ну, наверное, я не все-таки немножко отличаюсь от тех мужиков, не знаю, в лучшую или худшую сторону, это уже как оценивать, вот. У меня, скорее, история с Лего это какая-то компенсация того, чего у меня не было в детстве. Ну, я думаю, у многих это компенсация, вообще любое коллекционирование, как будто это какая-то компенсация, особенно, если это дорогие вещи. Вот. Но, вот, если судить по мне, то это, вот эта вся любовь к Лего у меня на самом деле появилась только, когда стали появляться какие-то первые деньги. То есть, когда вот я стал первое что-то зарабатывать, то, что я мог потратить, вот, какой-то небольшой излишек, то есть, вот совсем такой небольшой, который такой, ну, в принципе, я могу что-то купить себе бесполезное, скажем так, которое просто порадует себя. Потому что, вот эти жесткие коллекционеры Лего, они прям, знаешь, сильно погружены, они там понимают по каким-то номерам, по каким-то, где оригинал, там, где не оригинал. Ну, скорее, про Лего это не совсем та история, потому что, по Лего очень просто определить, где оригинал. Но они там понимают, что вот если вот там номерок как-то отличается, это более старая модель, там, выпущенная чуть раньше, ну, набор конструктора, это более раритетно, это редкий, этот нет. То есть, я не настолько погружен, просто есть серии, которые мне нравятся, и я вот их собираю. И при этом, знаешь, вот, ладно, это чуть дальше пойдет. Все началось очень просто. Когда появился легкий излишек, я купил, то ли мне, может, даже подарили, я уже точно не помню, какой-то небольшой наборчик, знаешь, вот совсем там, который, это вроде по Звездным Войнам было. Какой-то небольшой наборчик на небольшое количество деталей, там, что-то, вот такое что-то. И я собрал, поставил, и такой, блин, прикольно. И я такой, а что там еще есть? Потому что, как будто с детства, было отношение, что это либо что-то недоступное, либо для детей, знаешь, и было непонятно, что это. Потому что в детстве мне это не покупали, потому что это дорого. То есть, ты, мам, я хочу лего, ты сыночек. Ну да, ну да. Это дорого. Подождешь. Да, вот тебе железный конструктор. Да, вырастешь большим, будешь варить свою. Одеколоны, купишь себе сам. Да, типа того. И, я просто начал смотреть, а уже к тому времени, то есть, это, ну, это был 2014, наверное, даже 2015 год уже, когда я вот только начал этим интересоваться, уже лего прошел, ну, сама фирма прошла очень большое развитие, и вот в то время, когда я заинтересовался, она уже начала становиться попсовой, либо уже была попсовой. то есть, вот именно прям масс-маркетинговый какой-то. Я в какое-то время просто интересовался историей лего, и у них были периоды кризиса, то есть, это вот 90-е, когда начали развиваться компьютерные игры, люди стали меньше покупать конструкторы, потому что дети стали играть, ну, в компьютерные игры просто. и у лего была какая-то кризисная история, конструкторы хуже продавались, потому что у детей интересы сместились в сторону компов. Ты не сильно слышишь, что там кто-то чавкает? Нет, не слышно. У меня собака просто очень сильно воду пьет, это на всякий случай, чтобы не думали, что это я. Ну, давай, продолжай, извини. Увлекся немного. Кстати, раз мы про качество записи начали говорить, я стал тебя очень громко слышать, я не знаю, ты микрофон ближе поставил? Нет, я так же все на месте. Ну, тогда, я просто со своей стороны немножко чувствительность понизил, потому что микрофон стал улавливать наушники. Надеюсь, меня не стало тише слышать. Нет, тебя вроде, ну, я тебя слушаю в наушниках, мне нормально, но я просто сижу в наушниках и слышу, как собака пьет воду без наушников. Что это через... Джири, хватит, иди. Вот. Так, да, 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 что-то... А, в общем, то есть, получается, у Лего в 90-е был спад в продажах и в целом какой-то спад. И они же потом как-то перезапустились, начав выпускать роботизированные наборы, Bionicle, там, и еще что-то. То есть, вот, они перезапустились, плюс начали там делать какие-то мультики и компьютерные игры в том числе и начали вот становиться более попсовыми за счет того, что делая коллаборации с... Ну, по факту, игрушки для крутых франшиз. Те же «Звездные воины», те же наборы по «Властелину колец», например. Вот. то есть, они начали выпускать по факту мерчандайз для крупных брендов вот в коллаборации. Ага. Я, я когда этим заинтересовался, у меня началось просто с моих каких-то вкусовых предпочтений. То есть, вот я такой, о, «Звездные воины», я шарю, что это, плюс тогда вот в то время перезапуск уже случился «Звездных воин», начали новые части выходить, которые отвратительные, но настолько маркетинговая машина закрутилась, что вот «Лего» начало выпускать новые наборы. И я, вот погружаясь в эту историю, первое я получил «Лего» по «Звездным воинам». И я такой, блин, блин, а я же смотрел там какие-то старые части «Звездных воинов». Меня это подвигло пересмотреть эти фильмы, я понял, что, блин, старые «Звездные воины» это круто, там, типа, четвертая, пятая, шестая часть. Я такой, а вот же есть старые какие-то наборы «Лего». И оказалось, что их достаточно несложно достать какие-то наборы «Лего», которые выходили, там, например, на фоне выхода вот первой части, когда она, там, в 99-м году выходила. Ну, в общем. То есть, вот, «Лего», которые наборы сохранились до сих пор, их продают на «ЛХ» или еще где-то, можно достать без проблем. Может, с наценкой какой-то, но некоторые чуть раритетнее, чуть дороже, там, еще что-то. И в результате я просто стал, вот, удовлетворять, какое-то вот это детское восхищение, недополученное в детстве, возможно, то есть, я такой, блин, да это ж прикольно. И кто-то, знаешь, украшает свою квартиру какими-то картинами, там, я не знаю, тарелки вешают на стену, ну, короче. Вот для меня это вот стал процесс, что я создаю украшение для своего дома. то есть, я получаю набор какой-то, я участвую в акте создания чего-то, то есть, нового. Хотя, ну, понятное дело, что я делаю по инструкции, и творчеству, там, не так много, именно полета фантазии, лично моей, но на моих глазах что-то создается, и как будто моими руками, и вот, вот этот весь, вот этот процесс очень важен, как по мне, мне кажется, из этого вот конструкторы, и в целом Lego вот так популярны, ты видишь на коробке результат, да, и ты понимаешь, что этих наборов тысячи, там, может, миллионы, да, но это все равно превращается в твою личную историю, что ты там этот набор ты собрал за день, ну, если большой набор, да, а там какой-то набор ты собирал две недели, он был сложный, куча мелких деталей, и вот ты вложил какие-то усилия, получил результат, и по факту, да, это становится пылесборником в итоге, то есть ты ставишь это на полку, и больше ты это не разбираешь, ну, я не знаю, как у кого, то есть я повторно, наверное, еще не один набор, только я помню, пару раз уронил какие-то наборы и заново их собирал, вот, то есть вот эта история, вот что мне нравится в Lego, это, во-первых, вот этот акт, процесс, то есть, что я кайфую от сбора самого Lego, и мне потом просто нравится, как это украшает мою квартиру, и получив, вот купив первое какое-то количество наборов, небольшое, маленьких, да, окружающие, близкие, друзья, там, девушка, на тот момент, Алена, да, она увидела, что я этим увлекаюсь, люди увидели, и мне стали это, в принципе, дарить, потому что, ну, а что еще, ну, как будто сложно подарить что-то, а тут очень простое решение, прикольно, и у меня это дошло до того, что у меня есть очень большие наборы, Lego, вот у меня, например, есть Звезда Смерти, я не помню, сколько там деталей, это, наверное, самый большой набор, что у меня, вот это, мне это подарили, вот, мне подарили, у меня есть два очень больших набора, это Звезда Смерти, просто, наверное, ты не видел, насколько она большая, но она, если я не ошибаюсь, полметра в высоту, короче, это большая штука, может, чуть меньше, и у меня есть еще, я не знаю, просто увлекаешься ли ты Властелином колец, но в фильме Властелин колец есть башня Сарумана, называется Оргтанг, и вот эта башня, вот, то есть, у меня эта собранная башня стоит дома, она гробная, и вот я башню Сарумана собирал, наверное, неделю, а Звездные, вот эту вот Звезду Смерти, я собирал больше двух недель, то есть, это прям, это прям, то есть, по пару часов в день непрерывно я собирал, и в результате получил вот эту Звезду Смерти, но это какой-то, знаешь, вот этот, возможно, инфантилизм, но это детский восторг, ты просто собираешь этот конструктор, и сейчас я могу сказать, что, наверное, я немножко, ну, не то, что перегорел, а остепенился в этом, потому что мне некуда уже ставить наборы лего, понятно, я, я просто, вот у меня уже две полки полностью заставлены, третья, там, заставлена книгами и лего, и получается, что уже особо некуда ставить, а лего у меня есть и не собранные наборы, у меня есть около четырех наборов по властелину колец старых, причем, вот, чтобы ты понимал, самые крутые наборы по властелину колец выходили в 2000-е, в начале, в начале нулевых, ну, к выходу фильмов, там они выходили с очередностью раз в год, если я не ошибаюсь, там, типа, первая часть, вторая часть и третья часть, они выходили вот через год, и в каждой части фильма выходило очень много лего разного, очень крутые наборы и вот у меня наборы, вот, которые выходили тогда, то есть, не к Хоббиту, уже который позже выходил в фильм, а вот именно еще, в начале нулевых вот у меня есть четыре или пять наборов, которые я купил через AllX, которые нулячие, то есть, они запакованы, это не пересборка, просто многие сейчас занимаются, как они покупают старые наборы лего, разбирают их, фасуют по таким же пакетикам, распечатывают инструкцию, то есть, прям реально, это налаженный бизнес, то есть, люди, многим, есть бизнес выкупания старого лего, расспасовки, как по инструкциям это сделано, по пакетикам, распечатка инструкции на удобном языке, там на английском или еще что-то, но там в принципе не важно, на ком язык инструкция, потому что они все интуитивные и там очень мало слов, там все по номерам, по цифрам, печатают эту инструкцию, коробку запечатывают, как будто она не вскрывалась и продают. Нормальный бизнес. Да, да, и плюс все равно, как будто есть какая-то раритетность определенных наборов и это продается все равно дороже, чем когда это было на релизе. и вот я, например, вот у меня есть часть лего, да, вот этого несобранного, вот такого прям нулячего, и у меня есть часть лего из новых серий, у меня есть очень большой набор лего, может, слышал, есть такой сериал Stranger Things, очень странные дела. Ну, слышал, но не видел. Ну, в общем, я посмотрел этот мультсериал, он мне понравился, и по нему вышел лимитированный набор лего, блин, я даже не знаю, как объяснить так на слова, в общем, я тебе потом как-нибудь фотку скину, называется The Upside Down, либо в нашем переводе Верх Тормашками, вот, там, это достаточно большой набор, и вот его просто, вот если я его соберу, мне очень хочется его собрать, потому что там очень много таких деталей, которые прикольно было бы собрать, потому что вот эта идея Верх Тормашками, то есть, этот набор ты можешь собрать, и ты можешь поставить его верхней части, он будет по одному смотреться, нижней части будет по-другому смотреться, то есть, его можно переворачивать, вот, и, но его некуда ставить банально, ну, то есть, я не знаю, куда его поставить. Понятно. То есть, если уж вот этот весь мой монолог подытожить, Я не вот этот вот задрот, который покупает наборы какие-то и не распаковывает. Вот в коллекционировании западном есть очень много таких приколов, когда чуваки покупают фигурки и не распаковывают их. Потому что нераспакованная фигурка, она стоит дороже, чем распакованная. Ну я понял, пройдет время и она там будет стоить дороже, да? Да, и причем, скорее всего, вряд ли он ее продаст, ну перепродаст в будущем. То есть это не инвестиция, скорее всего. То есть он купил ее, но вот так принято не распаковывать. И вот она стоит нераспакованной, куча коробок нераспакованных. Вот я не такой. То есть я, если я куплю фигурку какую-то, я ее обязательно распакую. Мне хочется ее потрогать, ну не поиграться, а вот хочется, чтобы она радовала меня, а не была какой-то эфемерной инвестицией. Нераспаковкой, да. Да, да, а чтобы она была какой-то эфемерной инвестицией, не понять во что. Вот, и вот мое коллекционирование, вот очень избирательное. Вот есть чуваки, которые так, я должен собрать всю линейку там, вот набору, что выходило в том году, да? Там с первого по десятый. Вот у меня должны быть все номера. Знаешь, как фишки в детстве там в коллекционе. Да, то есть я вот не такой. Я вот, мне нравится, например, там тематика какая-то. Вот «Ластелин колец», да, я в детстве, «Ластелина колец» и потом в подростковом возрасте перечитывал там раз пять. У меня есть история связанная, я люблю эту вселенную, там, Tolkien, One Love, все такое, да? И вот наборы лего по «Ластелину колец» я покупаю те, что мне нравятся. То есть я такой смотрю, не, ну это хрень какая-то. Типа этот набор какой-то, ну не очень. Я не буду его покупать, хоть он вышел там, знаешь, это оригинал, вышел там в 2002 году, к выходу фильма там и так далее. Не, фигня, мне он не интересен. Но при этом я нашел фигурку Саурона на OLX, да? Которая продавалась по какой-то смешной цене, которая выходила в том году. И она, если нажать на кнопку сзади, Саурон по-эльфийски что-то говорит. И у него горят красные глаза. И я такой, блин, ну это же прикольно. Ну то есть я 30-летний чувак, такой, блин, фигурка Саурона в доспехах с булавой. Ну блин, ну у нее нету там одного пальца. Вот пальца нет одного или там, или какого. Да нет, даже не пальца, пальца по сюжету нет. Нету там руки то ли, ну короче, что-то отломано у этой фигурки. Я такой думаю, ну это уже не несет коллекционную ценность на самом деле. Вот отломанная какая-то часть, ну все уже, типа она поюзанная. Я такой, блин, ну я хочу эту фигурку, а найти мне ее негде, а стоит она там, типа смешные какие-то деньги. Там 100 гривен или 200 кто-то просто продает там, типа, не понимая особо ценности какой-то. Я такой, блин, да пофигу. Купил себе эту фигурку, поставил, она у меня стоит возле там монитора моего и радует мой взгляд. Понятненько. Я понял тебя. Я теперь понял, что, наверное, лего я не буду увлекаться, потому что пусть лучше мне дарят чайники. Мне кажется, ты уже, знаешь, вот есть какой-то момент, когда ты ловишь себя на мысли. Что чайники лучше. Ну, нет, ну, во-первых, это, а во-вторых, что ты уже пропустил это, чтобы чем-то, ну, что-то коллекционировать, надо как будто было заранее этим увлекаться. Ну да, да. То же самое я, например, в какой-то момент я себя поймал на мысли, что я хочу коллекционировать ретро-консоли, игровые приставки там, если видны, там или еще что-то. Потому что я как будто в детстве тоже этого не дополучил, а мне все это нравится. Я вот начал этим немножко заниматься, и я понял, что, ну, не все эти ретро-консоли классные. Ну, понял. То есть, что вот классных не так много, вот именно которые меня бы радовали. И я такой, ну, значит, я не коллекционер, получается, все равно. То есть, я купил что-то, что мне вот нравится, что бы я хотел иметь. И все, я успокоился на этом. Ну, это просто, скорее всего, вот эта, да, детская такая штука, что вот очень-очень хотелось, и тебе надо как-то это закрыть, да, этот вопрос, насладиться им вот сейчас. Так получается же? Возможно, но... У меня есть вот, наверное, такая штука. Я все время ходил в канцелярские магазины и очень сильно любил всякие ручки, бумажки, там, как что пишут. И вот сейчас я, например, поймал себя на мысли, что я хочу какую-то крутую ручку и писать ей. Ну, вот видишь, не, я просто такой подумал, ну, что это не моя тема. Но я понимаю, о чем ты. Просто вот последние пару лет я уже как-то, как будто уже неразумно вкладывать, ну, тратить какие-то большие деньги на вот это все. Не знаю, как это объяснить. То есть я не то, что прям перегорел, но вот, возможно, у меня был вот этот вот какой-то хайп вот первых, собственно, ручно заработанных, ну, не то, что больших, а чуть больше, чем обычно денег. И ты такой, блин, ну, я куплю себе 100 жвачек. То есть я вот у меня, знаешь, как в детстве, типа, я куплю себе 100 жвачек и буду их жевать. Вот. Или я там куплю себе что-нибудь там прям и все, и офигеть. И я вот, наверное, у меня был какой-то первый момент, что я такой кайфовал от жизни, покупал себе ненужные шмотки, какие-то еще штуки. А сейчас, как будто я, возможно, повзрослел и присытился чем-то. И я уже очень избирательно подхожу. То есть, с одной стороны, возможно, да, это какой-то инфантилизм и еще что-то. Но с другой стороны, я не вижу особой разницы между чуваками, которые, знаешь, коллекционируют золотые часы, да. То есть вот и у него их там куча пар. И чувак, который коллекционирует, я не знаю, там фигурки какие-то, те же лего-наборы и так далее. То есть, да, коллекционирование разное, но как будто причина, ну, исходное что-то может быть одно и то же в этом. Класс. Два часа. Я не обратил внимания на время. Я думаю, что нам надо, наверное, закругляться. И снова мы что-то, как это, медленно раскачали. Мы нормально поговорили. Единственный момент у меня, например, то, что я не на работе, а занимаю кухню. И людям хочется сюда попасть. Я все понимаю. Не, я говорю о том, что в который раз мы начали за здравие, окончили за упокой. То есть, мы, как обычно, начали за работу, ковидная история, потому что это нас окружает и не отпускает что-то про ковид. Как-то даже мне показалось, мы немножко так про ковид что-то, ну, настолько уже тема эта осточертела, что мы такие уже что-то там вкинули и такие, блин, да что про это дальше говорить. Не, ну, мы нормально поговорили. И про бега поговорили, и про масленицы, и лего, и что-то, и Патрика, и бородатые всякие движухи. Ну, я говорю о том, что вот, а когда мы начали уже про интересные темы какие-то, то прямо раскочегарились. Это я такой, знаешь, небольшой ток подвел. То есть, мне прям понравилось. Мне кажется, что мы, вот третий выпуск, есть какое-то развитие. Мы все еще не определились, какой длины должны быть выпуски. Но как-то тандемчик какой-то есть, это прикольно. Хотя в этом выпуске, как это можно разделить? Сначала говоришь ты, потом немножко я. Такие. Диалог, состоящий из монологов. Но было познавательно. Мне понравилось. Мне тоже. Ну что, всем привет, кто слушает, бегает, едет в автомобиле, находится в рейсе, прыгает на батуте, стрижет и так далее. Всем рады. Все ваши отзывы нам очень греют глаз и слух. Да, Вов? Да, да, ребята. И отдельное спасибо всем, кто пишет комментарии. Если кто-то послушал и не оставил, оставьте, ребят. Вам не сложно, нам приятно. Главное, мы так будем понимать, что аудитория есть и мы движемся в правильном направлении. Если есть какая-то критика, либо какое-то мнение, либо идея какая-то, пишите. Мы прислушаемся, ответим. В общем, мы не гордые. Все. Всем пока. Да, всем пока. Извини, я запишу аудио. Просто долго это писать. Я еще столько про Лего всего хотел вкидывать на самом деле. Ну, то есть ты про Масленицу немного, ну, ты говорил, что ты про Масленицу готовился немного. А я про Лего... У меня были мысли, когда ты сказал, что ты про это спросишь, я вот подумал, что можно еще про Лего сказать, кроме того, что я его коллекционирую. И у меня была такая крутая мысль, что вот Лего не могло появиться в России или в Украине. Что вот это Лего — это отображение какого-то скандинавского образа жизни, скандинавской философии. И я вспомнил, я когда-то смотрел выпуск Тушкина про Швецию. И там есть такая философия, шведская философия жизни, называется Лаган. А это вот шведская философия. А есть еще датская философия жизни, называется Хюге. И то есть, в принципе, они похожи, они отображают скандинавский образ жизни. И вот Лего, датская Лего, шведская Икеа — это бренды, которые как будто отображают менталитет и миропонимание людей, которые живут на определенной территории. Потом я хотел еще это обсудить. Но я под конец уже, когда мы начали про Лего говорить, я что-то там про себя начал вкидывать. И я понял, что если я еще это подниму, то мы никогда не закончим. А очень интересная на самом деле тема. 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 Интересная на самом деле тема.